всем доброго времени суток приветствую вас во второй части обзора на видео севки надя спрашивает на игре не поедем лягушка путешественница только что слезла с операционного стола и она уже рассекает по городу направо и налево бегать по магазинам по аптекам стоит у плиты встречает неограниченное количество гостей она не лежит не отдыхать не восстанавливается вот это реабилитация у человека а как и говорили надя подумай сто раз такая тяжелая реабилитация так трудно будет такой шов распонахают вот буквально от одной стороны позвоночника до другой ой-ой-ой-ой-ой ну вот посмотрите пожалуйста на человека кинг-конг жив честное слово но меня и поразило то что она задает этот вопрос севки у меня два вопроса ей мало было поездки севкой по колдаебином из больницы с последствиями она хочет еще добавить севка добавил на игрень когда поехали практически подъезжали к дому опять он налетел то ли на кочку то ли в яму влетел и конечно же всем ничего она где-то почувствовала схватилась за живот открыла рот и скривилась дома надо сидеть никто не будет держать там в голове чтобы тебя не растрясло и чтобы у тебя швы не разошлись самой надо думать своей кукушкой сложно опираться сложно опираться на скачет как коза горная понимаете борщи варит на третий день после выписки по гостям шатается у бабки сломанные 8 ребер за неделю зажили с этой тоже все операции буквально которые были у нади это же как с гуся вода сверх люди какие-то я диву даюсь второй вопрос почему она спрашивает о гостях поедут ли вернее не на игре не ли нет усевки если хозяйка с хозяином стоят тут же почему она не обращается к ним она понимает что все будет так как решит севка видимо да севка отвечает а что ты у меня-то спрашиваешь ну действительно но раз она спрашивает значит понимает от кого зависит эта поездка напрямую свете надя этот вопрос задавать не стала света скромно отмолчалась ну и пошли разговорчики дальше пока севка рассказывал свете о своей поездке на западную между зина и нади состоялся разговор который надя поняв что севка его не слышал решила его передать чуешь сам велка чуя чуя только слушать как оказалось впоследствии нечего было ну что она хочет сообщить зина как же шоумена грудь появилась зрители тоже про это пишут зачем зачем это севки и вообще всем присутствующим что там у нее появилась или исчезла поговорили между собой о своем женском и хватит есть темы которые в обществе поднимать не стоит и это одна из них зачем севки и и грудь есть она у нее или нет севка естественно не обратил на это никакого внимания разговор поддержать не стал он переключился на то что можно получить часть денег обратно за операцию так как надя пенсионерка он уже говорил ей об этом надя не знает как это сделать у нее столько друзей столько знакомых могла бы позвонить узнать но хоть какие-то попытки предпринять не а это потому что деньги не свои заплатила бы она сама которых в обрез вот тогда она носом землю рыла бы но искала бы возможность выяснить этот вопрос вот севка заморачивается по этому поводу потому как он заработал эти деньги и потратил сказал такую фразу ну может быть после этого она еще и пошевелится если получится вернуть деньги тебе лишнее не будут то есть если вернут оставишь себе может быть теперь вот она начнет как-то шевелиться сразу вспомнила она о каком-то знакомом адвокате у нее знакомый адвокат говорит я созвонюсь и все узнаю ну а как с игренью быть света говорит я не против но это уже спросил севка ну нужно взять какие-то продукты чем кормить одну после операции женщину с дренажами у которой течет из шва обмоталась она пеленкой надя чтобы не протекала но на игрень поехать для нее важнее другая уже метнулась бы на ее месте в больницу чтобы узнать что к чему надя для успокоения хватило одного звонка ну что там у меня получилось это опасно или не опасно нет он сказали в больнице не глядя ни на что это нормально и надя тоже махнула рукой то все нормально заживет как на собаке да я думаю даже быстрее кота тягает вот вам и не более 1 килограмма сказали поднимать еще одну с диабетом надо кормить у которой уже ноги по распухали изменили цвет все как я хочу на улице что-то приготовить сковороде которую подарила юля игры это не дом сытников это дача для севки и его гостей интересно жильзину тоже пригласят но наш там присутствует сидит конечно стороночки тихонечко молчит ну а что делать если не пригласят развернется пойдет домой но нет в этот раз и и и пригласили это ее первый визит на игрень в этот дом севка говорит я дал команду сытников позвать нас всех гостей и сам же набрал этих гостей вот теперь будет вам что пообсуждать пожрем света пусть убирает и как раз завтра на работу рано вставать но так это не шутка смысл и уродствовать вы так и действуете и это не контент вы такие по жизни вас позорников уже вдоль и поперек узнали поэтому вот эти вот разговорчики типа будет вам о чем поговорить самое главное что вы делаете а не то что мы там где-то о чем-то говорим о вас даже пусть в том числе едут в машине севка говорит вот и дом пенсионеров мне не надо открывать он машине у него постоянно зачем ему для той компании которую он возит новенькая машина рейндж ровер он сказал хочет купить пойдет и такая девушка в этой машине делать ничего ими тут и не пахнет и пахнуть не будет никогда а для вот этого пенсионерского фонда вполне достаточно этой бабка тоже села на своего любимого конька ей пожелать смерти людям это же слаще меда те которые пишут про пенсионеров до нашего возраста не доживут говорит бабка уйдут раньше и маши так рукой вы знаете ребром рубит воздух уйдут она сто процентов это уверена ну правильно она отчетливо понимает что такое как она сама в огне не горит в воде не утонет и дело не в том что она замечательный человек как она недавно сказала и поэтому бог ее тут на земле бережет для чего чтобы она и дальше портила воздух а потому что такое не надо нигде как она с такими языками говорит баба таня вы не сможете додянуть до глубокой старости но я смотрю ей и черная пасть и раздвоенный язык как-то не помешали дотянуть до 76 лет пусть о себе переживает чтобы она протянула дальше а то уже он собирается к праотцам я не доживу до следующего юбилея шо надя ты готовила из того что готовлю я спрашивает севка богато чего ну чего но беляши такие как я делал ты не готовила хотя говорит севка твои беляши мне нравятся не очень вкусные бабка ой надя у меня дрожжи в холодильнике стоят надо тебе отдать я так хочу перешки намек поняла надя бабка тоже как и сынок сытником отдала приказ пожарить ей пирожков что было исполнено возражения не принимаются чё купила к столу надя две рыбины взяла помидорчиков килограмм огурчиков клубники у нас и появились лишние деньги то элементарно наливчик у нее какой-то там тысячи гривен не было а тут и на огурцы и на клубнику и на помидоры на все появились интересные пироги с котятами едут печи вчетвером захватив пару рыбок не маловато ли варан в одну глотку смолотит рыбину просто так далее севка начал рекламировать уже второй раз канал маши будет совместная трансляция у севки дома маша придет к нему но это будет трансляция проходить на канале у маши вперед он сказал что он хочет помочь мам помочь маши расширить ее аудиторию у нее просто непростительно мало подписчиков я так понимаю он хочет увеличить ее количество подписчиков за счет своей аудитории стремно севки говорит но ее же смотрят другие зрители не такое г на палке как его зрители тогда зачем он зовет свою аудиторию туда приглашает уже второй день подряд зачем привлекает каналу маши ведь у нее там как продолжить севка умные интеллигентные люди в подписчиках значится логика железная зрители у него г на палке но поддержите машу подпишитесь на ее канал а зачем самой маша севка он говорит умные интеллигентные там люди ведь у него нет ни ума ни интеллигентности но не на грош захотелось маша чернухи мамашу позовите севкину пусть она поучаствует а еще лучше сделать и трансляцию у нее дома пусть маша и и аудитория полюбуется на неведомую грязную зверушку постоянно роющуюся у себя в голове ищущую в шеи потом ковыряющийся в зубах и что-то там не знаю выгрызающую под ногтями которая разговаривает нецензурными словами проклинает людей это у нее так программа на так запрограммирована вне заложено это от зачатия и это все не объясняется контентом нет это такое родилось если телочка родилась с лысинкой она и коровкой будет с лысинкой бабка говорит да лучше знаться с такими но намекает на машу чем с простыми учиться и на уму-разуму так вот такие кого она имеет ввиду тоже не хотят знаться с простыми вроде вас неужели непонятно и при этом надо было видеть ее рожу вознеслась до небес она что такое в этой жизни чего она достигла какими талантами обладает что хорошего она привнесла в мир своим присутствием ровным счетом ничего а гонору чем ниже человек душой тем выше задирает нос он носом тянется туда куда душою не зарод не дорос я после этих вот ее слов поставила на паузу видео и как раз попала на момент когда она задрала нос кверху поэтому мне вспомнились эти слова ничтожные людишки всегда мнят о себе слишком много они самые хорошие самые добрые самые умные самые честные причем это говорят не окружающие их люди которые сталкиваются с ними они сами воспевают себе от без стыда и совести сколько раз слышал от твшки какая она необыкновенная и восхитительная женщина а уж какая красотка не сказки сказать не пером описать разделила дальше продолжает баба таня вот эта ситуация между странами семьи молчат у тебя надя молчат родственники и у от нее отгородились я не знаю почему с найди перестали поддерживать связи родственники а твшки отгородились из-за того что она переступила своим языком грань допустимого и разумного а разговаривать с ней и взывать к ее какому-то разуму и размышлениям бесполезно это пустая затея поэтому проще не отвечать что эдик с семьей и сделали вот таким вот был мой обзор на этом я буду его заканчивать всем спасибо за просмотр надолго не прощаюсь с вами всем пока а